В Твери у памятника воинам-интернационалистам состоялось торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода войск из Афганистана. В нем приняли участие ветераны боевых действий, руководители органов власти и жители города. 31 год назад для нашей страны закончилась самая длинная война в истории России 20 века. В миссии, длившейся 10 лет, участвовало около миллиона советских граждан, а в боях пали почти 15 тысяч солдат. У мемориала воинам-интернационалистам в эту субботу прошел торжественный митинг. Собравшиеся почтили память погибших в боевых действиях в Афганистане, минуты молчания и возложили цветы к мемориалу. На территории города Твери вообще традиционная военно-патриотическая работа находится на таком на высоком уровне, на высоком подъеме. А в знаковый год, в год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, в год 90-летия воздушно-десантных войск, эта работа прямо на пике на таком. Мы проводим собрания в школах, в трудовых коллективах, ребятам рассказываем об истории советских и российских вооруженных сил, о наших знаковых датах, о победах. В этот день в честь 90-летия воздушно-десантных войск и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, десантники посетили столицу Верхневолжья в рамках масштабного марш-броска. Маршрут проходит через более чем 100 городов, расстояние более 7,5 тысяч километров. Наша команда одна из восьми участниц этого марш-броска. На своем маршруте прошло уже 12 городов. И знаете, какие бы населенные пункты мы ни посещали, каждый из них обладает своей героической, ратной историей. Завершилось торжественное мероприятие показательными выступлениями 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения воздушно-десантных войск на стадионе Тверского-Суворовского военного училища. Участники продемонстрировали публике владение приемами рукопашного боя холодным и автоматическим оружием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова